Привет всем! Вы на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем рельефный ажур. Вот такой специальный. Интересный новый рисунок. Подходит для вязания весенних беретов, для вязания свитеров. Это лицевая сторона узора. Вот так выглядит у него изнанка. Рисунок выполняется на количестве петель кратно 7, плюс кромки. Скинку можно скачать на моем сайте Пряжа.com. Ссылочку я всегда даю под видео. Переходите и смотрите. Я сегодня хочу вам показать два рапорта этого рисунка. 2 на 7 14 плюс 2 кромки 16 петель нужно набрать. Петельки набираем классическим способом набора на две спицы. Вяжу я все из мелиноса. Петли набраны. Первый ряд у нас с лицевой стороны. Итак, крайнюю петлю снимаем. Вяжем раппорт узора. 1 изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и еще 1 изнаночная. Вот. Последние 7 петель раппорт узора. Повторяем. 1 изнаночная, то есть 2 изнаночных между раппортами подряд. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная. Так повторяйте до последней. Кромку в конце также вяжем изнаночной петлей. Работу разворачиваем. Второй ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. 1 лицевая. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И 1 лицевая. Повторяем. Лицевая. 5 изнаночных. 3, 4, 5 и лицевая. В конце кромку изнаночной петлей. Готов второй ряд. Работу повернуть. Третий ряд у нас с лицевой стороны. Снимаем первую петлю. Вяжем. 1 изнаночная. Делаем на спицу накид. Вяжем 3 лицевые. 1, лицевая, 2, лицевая, 3. Затем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2 петельки слева направо провязать вместе одной лицевой петлей. Плюс 1 изнаночной. Повторяем. Изнаночная. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой вправо. Слева направо 2 петельки. Провязываем вместе лицевой петлей. Плюс 1 изнаночная петля. Повторяем до последней. Кромку в конце. Также изнаночной петлей. Вот. Готовый третий ряд. Повернуть вязание. С изнаночной стороны. Первую петельку снимаем. Раппорт узора. 1 лицевая. Затем 2 вместе изнаночной петлей. Значит, подхватываю петельку 1, петельку 2 и провязываю вместе изнаночной петлей. Затем 2 изнаночных. Делаю накид. 1 изнаночная и 1 лицевая. Это раппорт рисунка. Повторяем. Лицевая. 2 вместе изнаночной петлей. 2 изнаночных. Делаем накид. И изнаночная. Лицевая. Повторяем так до последней петли. И кромку изнаночной петлей. Вот. Готовый четвертый ряд. Повернуть вязание. Пятый ряд. Лицевой стороны. Крайнюю петельку снимаем. Раппорт узора. 1 изнаночная. 2 лицевые. Лицевая 1. Лицевая 2. Делаем накид. Еще 1 лицевая. И 2 вместе лицевой с укладом вправо. Слева направо. 2 петельки провязываем вместе лицевой петлей. Плюс 1 изнаночная петля. Повторяем раппорт. Изнаночная. 2 лицевые. Накид. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. И 1 изнаночная. Таким образом повторяйте до последней кромку изнаночной петлей. Вот. Готово. Работу поворачиваем. Шестой ряд. С изнаночной стороны. Снять первую петлю. Вяжем 1 лицевая. 2 вместе изнаночной петлей. Сделать накид. И 3 изнаночных. 1, 2, 3. Плюс 1 лицевая. Вот это раппорт рисунка. Повторяем. Лицевая. 2 вместе изнаночной петлей. Делаем накид. 3 изнаночных. И 1 лицевая. Повторяем таким образом до последней кромку изнаночной петлей. Вот. Готово. Повернуть вязание. Значит, следующие 4 ряда мы просто все петельки вяжем по рисунку. Значит, это с 7 по 10 ряды. 7 ряд. Лицевая сторона. Первую петельку снимаем. 1 изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 изнаночная. Повторяем. Изнаночная. 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. И 1 изнаночная. Повторяем до конца кромку изнаночной петлей. Это 7 ряд. Повернуть вязание. 8 ряд. С изнаночной стороны. Снять первую петлю. Вяжем. Лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 лицевая. Повторяем. Лицевая. 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. И 1 лицевая. Так. До последней кромку изнаночной петлей. Работу поворачиваем. Так. 9 ряд. Вяжется как 7. Первую снимаем. Изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная. Повторяем. Изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Плюс 1 изнаночная. Так. До последней. Кромку изнаночной петлей. Есть 9 как 7. И 10 как 8. Кромку снять. 1 лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Снова лицевая. 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. И 1 лицевая. В конце кромку изнаночной петлей. Вот так. Видите. Мы 4 ряда провязали по рисунку. Дальше. Со следующего ряда. Весь наш узор будет смещаться симметрично. То есть накиды уже с этой стороны. А убавка с этой стороны. Значит. 11 ряд. Первую петельку снимаем. Раппорт узора. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Я переснимаю 2 петли. Повернув их правыми стеночками назад. Возвращаю обратно и провязываю вместе лицевой за заднюю стеночку. Далее. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. И 1 изнаночная. Вот теперь такой раппорт рисунка. Повторяем. Изнаночные. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно. Провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. 3 лицевые. Делаем накид. 1 изнаночная. В конце кромку также изнаночной петлей. Вот. Готово. Работу поворачиваем. С изнаночной стороны 12 ряд. Первую петлю снимаем. 1 лицевая. 1 изнаночная. Делаем накид. 2 изнаночных. А теперь нам нужно провязать так, чтобы с лицевой стороны была убавка влево. С изнаночной стороны 2 вместе влево. Это 2 вместе за заднюю стенку. Значит. Переснять 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно на левую спицу. Теперь нить перед вязанием. Правой спицей захватываю 2 петельки. Вот так. Слева направо. Сначала вторую. Затем первую. Вот. Чтобы за задние стеночки провязать вместе и изнаночной петлей. Вот так. С лицевой стороны убавка пошла влево. Плюс 1 лицевая. Это раппорт рисунка. Повторяем. Лицевая. Изнаночная. Накид. 2 изнаночных. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Пересняем 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно. Нить перед вязанием. Слева направо. Подхватываем 2 петли. Провязываем вместе изнаночной петлей. Плюс 1 лицевая. Повторяем так до конца. Кромку в конце изнаночной петлей. Так. Работу поворачиваем. Следующий 13 ряд. Лицевая сторона. Снять первую петлю. Вяжем. Изнаночная. Убавка влево. Пересняем 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно. И вместе провязать за заднюю стенку. Это 2 вместе лицевой влево. Дальше. 1 лицевая. Делаем накид. Еще 2 лицевые. И 1 изнаночная. Вот такой раппорт рисунка. Повторяем. Изнаночная. Убавка влево. Пересняем 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно. Вместе провязать за заднюю стенку. Затем 1 лицевая. Делаем накид. 2 лицевые. 1 изнаночная. В конце кромку также вяжем изнаночной петлей. Вот. Готов 13 ряд. Повернуть вязание. 14 ряд на изнанке. Снять первую петлю. Вяжем 1 лицевая. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Делаем накид. 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Пересняем 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно на левую спицу. Нить перед вязанием. Подхватить слева на правой. Провязать вместе изнаночной за задней стенке. Плюс 1 лицевая. Это раппорт рисунка. Повторяем. Лицевая. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Сделать накид. Переснять 2 петли. Повернув правыми стеночками назад. Вернуть обратно. Нить перед вязанием. Слева направо. Провязать 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Плюс 1 лицевая. Повторяем до последней. Кромку в конце изнаночной петлей. Вот. Готово. Так. Смотрите. Дальше мы должны снова 4 ряда просто по рисунку. Из них 15 и 16 ряды это конец раппорта. Затем начинаем с первого ряда. Значит 15 ряд. Первую петельку снимаем. Дальше. Изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 изнаночная. Повторяем. Изнаночная. Изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная до последней. Кромку в конце изнаночной петлей. Вот. Провязали. Так. И 16 ряд на изнанке. Первую петлю снимаем. Вяжем лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Снова лицевая. 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. И лицевая. В конце кромку изнаночной петлей. Вот. Значит вот эти 16 рядов дальше повторяем. Первый, второй ряды у нас вяжутся петельки по рисунку. Утого здесь будет 4 ряда по рисунку. Затем с этой стороны у нас накиды. А с этой стороны упалки. Все как ранее. Вот. Получается вот такой интересный ажурный рельеф. Очень красивый узор спицами. Рекомендую. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»